Валерий Седов В Рязани презентовали бренд региона. Демонстрация прошла на площадке культурного пространства «Фабрика». Бренд представил зампред регионального правительства Артем Никитин. Он пояснил, что сегодня в условиях жесткой рыночной конкуренции для успешного развития любой территории необходим бренд, который будет узнаваем в стране и за рубежом. В обществе бренд вызвал бурное обсуждение. Желтый шлем, а под ним – красным. Слово «Рязань», разделенное на две части. Ряз и Ань. Так выглядит новый бренд города, который презентовали в прошедшую пятницу. Зачем этот проект был начат? Почему сегодня для успешного развития любой территории бренд жизненно необходим? Как и в чем он может помочь нашей области? Коллеги, смотрите, есть целый ряд очень тесно связанных между собой вещей. Например, наше неподдельное желание, чтобы Рязанский регион стал лучшим местом для жизни в России. Чтобы нашу область узнавали и уважали внутри страны и за ее пределами. Чтобы к нам росло доверие инвесторов. Чтобы туристы хотели побывать у нас и возвращались к нам вновь и вновь. Чтобы марка сделана в Рязани была абсолютным каталогом качества. Зампред выделил ключевую фразу из исследования разработчиков. Цитата. «Рязань – регион гармонии, технологии и природы. Место, где жизнь находится в балансе между драйвом и спокойствием». Конец цитаты. По мнению зампреда, бренд необходим региону для выстраивания деловых контактов. И мне кажется, что наш бренд визуально очень четко подчеркивает всю уникальность нашей территории. Располагает, заставляет сматриваться в детали и даже любоваться оригинальной графикой и цветовым сочетанием. В ходе презентации стало известно, что бренд-платформа, доступная для скачивания, появится на инвестиционном портале Рязанской области в ближайшее время. Пока все желающие могут познакомиться с новым бренд-буком по ссылке. В средствах массовой информации и соцсетях уже появилось множество комментариев, в большей степени крайне негативных. Как о самом бренде, так и о его авторе, скандальном Артемии Лебедеве. У людей на улице новость о новом бренде вызывает скорее недоумение. Ну вы мне покажите поподробнее, расскажите, что купол золотой, да? Да, и слово Рязань перенесено на Рязань. А до сих пор он не был выбран? Рязань. Даже не могу сказать. Мы затрудняемся, я лично затрудняюсь. Я пока тоже затрудняюсь. Не знаю, непонятно, мне непонятно. Мне надо взять и все посмотреть. А как вы вообще думаете, городу нужен бренд? Ваше мнение просто. Ну что значит бренд? Что это означает? Символ какой-то, значок, символика, какой-то опознавательный знак. Я не знаю. Логотип. Я не сомневаюсь, логотип. Мы всю жизнь без логотипов прожили, поэтому... При въезде в Рязань есть же символ. Да. Он очень красивый. Купола, да, вы имеете в виду? Да, да. Очень красивый. Это, наверное, надо молодежи спрашивать. Им жить. Да. Мы прожили уже... Мне нравится то, что стоит при въезде. Без новых слов бренда мы прожили. Свою оценку новому логотипу дал митрополит Рязанский Михайловский Марк, высказавшись в эфире радиопрограммы «Образ». Его мнение категорично. Символы Рязани давно существуют в сознании людей. И то, что мы видим теперь, это их десакрализация. У меня просто разочарование – это в пустую потраченные деньги, когда люди просто вот так вот... Ну, знаете, всегда проще попытаться заниматься каким-то пиаром, чем реально заниматься. Я считаю, что можно было бы эти деньги потратить для того, чтобы лучше убрать наши улицы, купить какую-то новую технику. Человек абсолютно чуждый наших духовных традиций. Что он может предложить? А какими символами на сегодняшний день обладает Рязань? Это, конечно, купола. Купола Успенского собора. То есть это символ духовности. Это наша история, это наша традиция. Или, например, Олег Иванович Рязанский. Это почитаемый наш местный святой человек, который основал не один монастырь, который упокоился, будучи монахом. При этом сам дизайнер Лебеди в своем инстаграм опубликовал скрин превращения слова «Рязань» в «Рвань». Как к этому относиться, неизвестно. На сайте же дизайнера появилось объяснение так называемой «айдентики Рязани». Процитируем. «Знак унаследовал от городского герба шапку Мономаха, а цвета позаимствовал из флага Рязани. Буквы «Р» и «Я» под шапкой складываются в приветливое лицо князя. В литере «Н» скрыта отсылка к реке Оке. Изящная шрифтовая часть напоминает резьбу по дереву, а общая пластика графики делает знак легким и воздушным. В набор пиктограмм вошли и официальные символы, и по-человечески душевные рязанские мотивы. Меч, яркий фрагмент древнего герба города, резные деревянные наличники, узнаваемые детали городской архитектуры и красоты окружающей природы. Пока что вопросов по новому бренду больше, чем ответов. А это еще широкая общественность не подключалась. Впрочем, мы решили составить свою палитру мнений рязанцев, с которой познакомим вас в ближайшее время. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В январе региональная коллегия ОМВД России подвела итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год. Руководители ОМВД, начальники структурных и территориальные подразделения рязанской полиции рассказали о самых резонансных преступлениях, привели много цифр и обозначили приоритетные направления работы в этом году. Преступлений в 2021 году было меньше. Речь идет о зарегистрированных делах. В уходящем году их было едва больше 9 тысяч. Об этом сообщил в Рио начальника штаба ОМВД Владимир Зотов. Снизилось количество убийств, грабежей и краж. В докладе Зотов отметил, что это стало возможным благодаря профилактической работе в жилом секторе и в общественных местах. На 30% сократилось количество мошенничеств. Региональный уровень преступности вообще стал самым низким в ЦФО. 833 посягательства на 100 тысяч населения. Раскрываемость преступлений составила 64,1%, что соответствует 16-му месту по России и 3-му в Центральном федеральном округе. Сотрудниками следственных подразделений ОМВД России по Рязанской области за 2021 год раскрыты и доведены до суда уголовные дела по 41-му преступлению, совершенному в составе организованных групп или преступных сообществ. К уголовной ответственности привлечено 64 участника организованных преступных групп, в том числе 3 организатора. На коллегии рассказали об одном из громких преступлений 2021 года. Речь идет об организованном преступном сообществе, члены которого занимались распространением синтетических наркотических средств. Они работали на территории Рязанской, Московской, Ростовской областей и Краснодарского края. Их задержали в июле. 9 фигурантов заключены по стражу. Проводится расследование. Принятые профилактические меры обеспечили существенное уменьшение противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними, на 43% по сравнению с 2020 годом. Меньше уголовно наказуемых деяний совершено лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на 8,33% соответственно. По линии противодействия нелегальной миграции расследовано на 4,3% больше преступлений и на 30,2% больше выявлено административных правонарушений. Наложено штрафов на сумму свыше 16 миллионов рублей. В своем докладе обстановку в регионе назвали стабильной и добавили, что сотрудники МВД России по Рязанской области держат ее под контролем и готовы выполнить возложенные на сотрудников полиции обязанности по охране правопорядка и общественной безопасности. Валерий Седов, телекомпания «Город». Индексация маткапитала и повышение пенсии в феврале вступает в силу ряд законов, которые изменят жизнь россиян. Более подробно в нашем следующем сюжете. На 8,6% повысят страховые пенсии в феврале. Теперь средний размер выплат для неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей. Это, кстати, уже второе повышение выплат в этом году. По действующим нормам страховые пенсии индексируются с 1 января. Правда, когда их повысили почти на 6%, президент обратил внимание к Абмина, что эта цифра ниже уровня инфляции за прошлый год. И несправедливость эту поручил исправить. Маткапитал также проиндексируют вместе со всеми соцвыплатами, пособиями и компенсациями. Теперь выплата за первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей. За второго – 693 тысячи рублей. Соцвыплаты на детей составят почти 20,5 тысячи рублей. Хорошие новости и для должников – они получат право на сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Теперь банки не смогут обращать взыскания на эти средства. В 2022 году это 13 793 рубля. С февраля будут штрафовать за нарушение требований по оснащению стационарных источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля. Речь идет, например, о предприятиях по производству нефтепродуктов, добыче нефти и природного газа, по добыче и обогащению железных руд, а также руд цветных металлов. Штрафы могут варьироваться от 20 до 40 тысяч рублей, а юрлицам – на сумму от 100 до 200 тысяч рублей. Изменения коснутся и уголовного законодательства. Теперь педофилам грозит пожизненное заключение. Это грозит за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности. Второе – это штрафы за немаркированный табак и алкоголь. Кроме того, вводится административная ответственность за ее перевозку с такими нарушениями. Штрафы составят до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Рязани открыли 4 пункта экспресс-тестирования на COVID-19. Проверять граждан власти обещают вплоть до спада заболеваемости в регионе. Локально пункты находятся на площади Победы у муниципального культурного центра, у территориального отдела ЗАГС номер один на Московском шоссе, у торгового центра Европа в районе Дашковой песочни и у торгово-рыночного комплекса Политаевские горы Рощи. Обслуживает граждан медперсонал поликлиник, работающих в соответствующих районах. На прием каждого пришедшего на тестирование уходит в среднем 7-10 минут. Экспресс-тестирование для горожан проводят бесплатно и без предварительной записи. Нужны лишь паспорт и СНИЛС. Время работы центров с 10 до 16 часов ежедневно, включая выходные и праздничные дни. И уже с первого дня у одного из пунктов выстроилась огромная очередь. По сообщениям СМИ люди в очереди рассказывали, что рассчитывают после получения результата попасть в торговые центры или посетить впервые за долгое время кафе или рестораны. Некоторым же попросту стало интересно сделать бесплатное тестирование. Есть те, кто хочет подтверждения, что у них отрицательный результат. На Центральную Россию надвигается снежный циклон «Надя». В ближайшие двое суток он принесет Центральную Россию 25% месячной нормы осадков. Сугробы впервые достигнут почти рекордных полуметра, пророчат синоптики. Что еще принесет с собой февраль, расскажем прямо сейчас. 1 февраля в народном календаре отмечено как Макарьев день. Прозвище Макары – веснаукащик, само говорит о своем происхождении. Поэтому дню на Руси судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро. На Макара копель в весну раннюю верь. А вот если в этот день мела метель, ее же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день, а значит и в течение всего месяца, говорил о том, что лето будет благоприятным. Нам прогнозы сулят теплый и снежный первый день февраля. На предстоящей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. С осадками, колебаниями температуры воздуха, перепадами атмосферного давления. Сегодня, во второй половине дня и первого февраля, под влиянием североатлантического циклона запада, на территорию нашей области ожидается снег. В отдельных районах, возможно, с мокрым снегом. Возможно, гололедные явления и пока еще тепло. Ночью 1 февраля минус 6, минус 1 градусов, днем минус 5, ноль. В ближайшие сутки ныряющий атмосферный вихрь, смещаясь вдоль западных границ нашей страны, продолжит осыпать снегом центральную часть. За 24 часа прогнозируется до 4 миллиметров осадков. Видимость в зарядах снега будет ухудшаться до 1 километра. Ожидается, что в ночь на вторник снегопады усилятся. По словам синоптиков, за двое суток может выпасть около 10 миллиметров осадков. Четверть от месячной нормы. При таком прогнозе сугробы могут вырасти до рекордного уровня. Температурный фон понизится. Ночная температура воздуха составит минус 12, минус 7 градусов, днем минус 8, минус 3. Выходные дни 5 и 6 февраля также не обойдется без снега. Температура будет соответствовать климатической норме. Ночью минус 15, минус 10 градусов, днем минус 10, минус 5. В январе выпало 200-210% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова сейчас в Рязанской области от 36 до 59 сантиметров. При этом 31 января не по сезону довольно тепло. Температурный фон превысил многолетнюю норму почти на 9 градусов. На дорогах в ближайшее время ожидаются снежные заносы и гололедица. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин